дорогие мои зрители всем вам привет очень много на дороге вообще в жизни таксиста и всех кто автолюбители происходит ситуация которую на камеру и особо и не заснимешь ну то есть либо и нет под рукой либо либо и нет под рукой значит буду предлагать вам ситуации для дискуссии до либо для вот мнения либо как вы бы поступили в данной ситуации потому что они происходят периодически ситуация значит еду я в районе работаю без заказа просто передвигаюсь еду по карману вдруг короче по себе на середину карманов такая еле-еле выходит струшенция ну прям старушка такая с клюшкой ну с палочкой и начинает махать такая и у нее на на поле плеки стоят сумки и она так клюшкой машет 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 думаю блин случилось чего я около нее торможу такой ну как я чеси старушкам что-то случилось наверное я типа сознательный гражданин я подъезжаю открывая к ногу там типа что случилось там туда-сюда и бабулька мне вообще умирающим умирающим голосом говорит там сынок помоги там я милостыню вряд ли бы она даст с палкой выбежала посреди дороги просить ну как-то неестественно что случилось то и помоги мне доехать до дома я вот тут живу короче там в трех минутах я смотрю сумки реально нихрена не легкие у нее значит и думаю такой ну хоть я и бесплатно это сделаю хоть я и на работе ну наверное все таки внутренний голос мне говорит женек не будь надо помочь женек не стал полчаса грузил бабца реально она очень медленно прям умирала там кряхтела вся очень долго еще тачку меня высок очень долго и грузил короче эти мешки они какие-то еще пахли так скажем не очень эту бабушку посадил всю дорогу она дышала так что она вот-вот и сдаст последний вздох мне было жалко невероятно когда мы доехали вот до места была она показала я думаю ну блин ну ну надо уж до конца дела добрые делать гриба давайте я типа ну помогу вам подниму вам там вещи она да сынок у меня там я уж не помню какой этаж у нее дом без лифта ну значит какая хрущевка по моему не там что-то третий этаж я поднял значит эти вещи она поднималась просто ну мне показалось и целую вечность месяц она поднималась то есть так ступеньку ступеньку все мне вот она все еле дышала там ей бы сидеть ступеньку я с этими сумками же думаю ё-моё там блин это просто треша просто себе представьте да то есть помните как в этом зверополисе мультики они пришли к этим клинивцам дай как они там все делали вот то же самое там шаг шаг ну ладно я все вытерплю я добрый парень я короче говоря помогаю спускаюсь думаю ну блин вселенная ты меня видишь ты видела что я сейчас сделал практически подвиг сел все забыл уехал проход то есть ну я не знаю как бы вы поступили в данной ситуации ну как бы будем надеяться что так же как и я да потому что ну вот вот так вот такие вводные данные проходит что там буквально может быть там несколько дней ну неделя максимум я значит опять работаю в районе опять еду по этому карману и где-то уже не прям в том же месте ну где-то рядом смотрю короче она уже тормозит другую тачку ну то есть выбежала тоже посреди и опять вот так вот машет я такой думаю нормальный замес то есть бабуле бабуле ничего не научил прошлый опыт она поперлась опять с этими сумками тяжеленными короче в этот магазин сейчас опять ей плохо и она опять короче пытается найти себе черепаху на которой доехать до дома и самое что интересно я на тот момент у меня закралась подозрения думаю что то здесь какое-то ну непонятное вот ну что то здесь короче суть в том что я потом эту бабулю наблюдал периодически в разных местах без отдышки без там каких-то там признаков усталости с не дай бог там предсмертных конвульсий не было этого то есть бабуля смекнула тему что она бабуля что она может вот так вот дышать вызывать жалость и кататься бесплатно по району на тачках огонь до ситуация возможно я например ну скажем так я может быть не прав может быть я выдаю желаемое за действительное может я реально плохо каждый раз и она каждый раз вот обращается за помощью может быть но это как-то странно ну как то почему тогда все бабушки этого не делают ну вот так нет не выбегают на улицам довезите меня дедушки до который тоже уходит там куда-то им там тяжело возвращать почему этого не безумен почему это именно это бабуля его просто вот в чем как бы вы вот как бы вы поступили в данной ситуации вы бы стали поставить эту бабулю возить там бесплатно понятно убивая время тратя помогая ей если она вам на пути встречается вопрос такой а может быть а всех бабушек чумен эту бабу давайте всех бабушек тогда возить бесплатно и убивать на это какое-то время там не знаю весь день например да ну то есть вот скажи мне не подонок илья что я второй раз просто там не стал бабушки помогать да зная какое меня приключение ждет я как бы ее объехал и уехал до кого он там остановила дальше я не знаю но как бы мне показалось что два раза на одну и ту же бабушку но это ту матч ну мне так показалось слишком много возможно я не прав ну тема такая ну как бы ну я ну блин процентов на 95 уверен что бабка симулянка что она просто любит кататься бесплатно она понимает эту всю фишку она прочухала и она вот это делает а мало то что ездит бесплатно таки я еще понимаю так что практически все к также как и я ее поднимают на этаж без ну как бы помогают ей то есть бабка абсолютно нормально устроилась возможно это слишком циничный подход возможно нужно пересмотреть свои взгляды на это и помогать всем всегда бесплатно забить на работу и и все такое я уверен что у кого-то такая тематика всплывала вот я стопудово уверен напишите как быть в таких ситуациях вообще что делать именно вот когда ты чувствуешь какой-то подвох продолжать и не скажем так не искать быть там старинку в глазу да как были там черную кошку в темной комнате тем более что ее нет то есть не искать этим не заморачиваться там не придавать этому значения там пускай бабка скажем там симулянка но все равно помоги ей или все-таки бабка борзая и не надо ей помогать то есть как быть то вот по совести поступать или по разуму вот как то так вопрос для вас скажите мне у меня такое вот случалось жду ваших комментариев бага-бага